МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Руда. И сегодня у нас в гостях краевед Андрей Алексеевич Лепёшкин. Андрей Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вы у нас сегодня в форме не случайно. Мы 28-го числа все отметили День пограничника. Вот расскажите, на вас сейчас тоже форма пограничника надета, правильно? Да, это форма пограничника 1-го конного полка Зоамурского пограничного округа. Отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи. Собственно говоря, в 1915-1916 году вот именно такие люди несли службу на территории Манчжурии. Там проходила Китайская восточная железная дорога, но охранял ее с 1900-го года отдельный корпус пограничной стражи. Если вернуться к истории этого праздника, да, Дня пограничника, то, наверное, вот как раз-таки пограничники появились на Ване самой первой крепости на Руси, правильно? Ну, собственно говоря, не с первой крепости, а вот как вот вроде бы государство начало оформляться. Возникла необходимость охранять свои рубежи. Поэтому в основном, ну, боярские дети посылались на эти засечные черты, которые были по Оке. Это вот в основном здесь недалеко от Коломны, Каширы, Скопины вот наши здесь. То есть на этих засеках они и служили. Кстати говоря, вот венциносное семейство Романовых, оно ведет свой род от Романа Юрьевича Захарьева. Он, собственно, вот Роман Юрьевич Захарьев, он, собственно говоря, и есть первый пограничник. Он в 16 веке стоял на засечной черте. Так что даже вот императорская семья, она брала свое начало от пограничников. Это, собственно говоря, и была основная служба, потому что враг в основном был внешний, ни о ком внутреннем враге тогда и речи не шло. Вот поэтому кто раньше увидел врага, кто успел, как говорится, оповестить, тот и молодец. Ну а дальше, конечно, уже торговля началась. То есть изначально ведь они же, ну, то есть все эти наши пограничные войска, они же принадлежали, собственно, не пограничные войска, а вот пограничная служба вся. Она сначала принадлежала Министерству финансов, принадлежала казначействам различным, то есть таможне принадлежала. То есть военизирование она стала значительно позже. А до этого было просто как бы подразделение гражданских ведомств. Скажите, ну у вас история вашей семьи связана тоже с удивительным человеком, который... Ну да, она волею судьбы связана с пограничными и открылась с пограничниками. И открылось это совершенно недавно, собственно говоря. Вот архивы, они постоянно совершенствуются, поэтому вот, ну, как сказать, я для себя уже разработал такую, так сказать, теорию, которой придерживаюсь, что нечего стесняться того, что его-то не знал ранее. Например, вот все считали, что Михаил Титович Лепешкин, он был офицером 167-го Ленинградского-Нашенбургского полка. Ну да, действительно он был, но до 1910 года. А с 1910 года он уже числится штабс-капитаном за Амурского округа пограничной стражи, казначеем этого округа. И проходит службу, собственно говоря, в этом округе. А открылось это благодаря списку, который был в 1914 году опубликован в Харбине. Это, собственно говоря, список, он назывался примерно так, список генералам, офицерам и нижним чинам пограничной стражи за Амурского округа, печатанного в городе Харбине, 1914 году. К этому документу прилагался и послужной список. Но, к сожалению, послужной список сохранился всего лишь в одном экземпляре. Есть он в Государственном архиве всего лишь. А вот сам список, это сама книжечка со списком, она в четырех экземплярах. С этого удалось добыть, как говорится, скан. А вот с послужного списка есть только перепечатка. То есть сам скан оттуда взять невозможно сейчас, доступа нет. И вот что самое примечательное, что, как бы у нас все время рассказывают, нарушители границы, там, все прочее. Но ведь все забывают такую вещь, что пограничники вынуждены были бороться еще и с природой. То есть там, вот в этом уссурийском крае, на территории Манчжурии, громадное количество водились тигры в ту пору. Это вот сейчас, это краснокнижные охраняемые животные. Тогда от них просто спасу не было. И вот если почитать Байкова, который там описывает, что тигры доходили до того, что они просто выходили на дорогу, могли загрызть лошадь, выдернуть ее, заметьте, без рук у тигра рук нет, выдернуть ее из упряжки и утащить в тайгу. То есть эта сила была неимоверная. Так вот с ними тоже приходилось воевать пограничникам. И вот есть фотография, где Михаил Китович изображен с убитым им тигром. Кстати, которого вот в том же книге Байкова там описано, то есть как это происходило. И вот они уже говорят, что когда осматривали труп тигра, то в нем нашли пять заросшим мясом пуль от винтовки. То есть в тигра стреляли минимум пять раз, но убить его было очень весьма сложно. И они ели не только животных, они ели людей, они держали страхи там все население практически. Потом там есть еще такая, как говорится, немаловажная деталь. Вот об этом, кстати, в 33-й школе говорил. Ведь когда началась вот эта вот реализация концессии Российской империи в Китае, по строительству Китайской восточной железной дороги, то Китай это же, как известно, древняя цивилизация, собственно говоря. Вот. И там была очень сильная этническая преступность. Вот. Ну, так называемые краснобородые, как они называются по-китайски, это хунху-зань. Они буквально сразу же стали нападать на тех, кто строил эту дорогу. Просто, ну, чтобы разжиться там каким-то добром. Поэтому пришлось сначала набирать охранную стражу, потом уже ее переводить в отдельный корпус пограничной стражи. И вот практически, когда начались вот события русско-японской войны, то весь корпус пограничной стражи за Амурский вынужден был вступить в боевые действия. И вот, кстати, та форма, которая одета вот этого первого конного пограничного за Амурского пограничного округа полка, это полк, который первым из всех частей русской армии явил небывалую храбрость и был награжден георгиевским штандартом. А уж 19-я рота 4-й бригады пограничного за Амурского округа, которая держала люнет Майтунь, она прославилась так, что художник Самакиш в свое время нарисовал картину. Оборона 19-й роты люнета Майтунь при Лиолянском сражении. Из 334 нижних чинов, которые были, в штыки прорвалось всего 9 человек. Не было ни одного пленного. Здесь вот следует заметить, что даже в присяге пограничников было написано, что лучше убить себя, чем сдаться в плен. То есть в плен они практически никогда не сдавались. И вот этот подвиг, он был запечатлен на картине, и картина висела в Зимнем дворце. Андрей Алексеевич, ну, наверное, недаром издревле пограничники считаются элитными войсками, пограничные войска. Ну, как бы, вот здесь вот вопрос. То есть они как бы не рождаются элитными, они элитными становились. У нас вот в советских времен сложилась такая, как бы сказать, парадигма, что вот в царской России все были безграмотные мужики и все прочее. Вот у меня есть конкретные документы, которые это свидетельство о прохождении обучения нижними чинами вот этой пограничной стражи. Они, оказывается, учились, учились они постоянно. То есть, если, например, вот Михаил Титович в свое время окончил Геленскую гимназию, учился в которой пять классов, то есть пять лет, то нижний чин, вот там есть свидетельство о его обучении, он учился три года. То есть, ну, в каком-то училище, но учился три года. То есть, это был достаточно, ну, приличный срок. Это, может быть, в наше время, когда 11 лет образовали, вроде три года, это мало. А тогда это был достаточно большой срок. После чего они проходили обучение в батальонных школах. То есть, практически все были грамотные. То есть, это практически был социальный лифт. Ну, а как люди разговаривали на нескольких языках? Это латынь обязательно? Ну, а нет, они должны были, как бы сказать, ну, общаться с местным населением. Это мало того латынь, это китайский язык надо было понимать. Иначе как с этими хунхузами воевать? Это надо было понимать языки, собственно говоря, народов Российской империи. Ведь там же проживали и гольды, и еще какие-то буряты. Там, в общем, там полно было местных, ну, так сказать, народностей. Которые, кстати, потом, может быть, и исчезли. Это были какие-то непонятные языки. Потом языки специфические, так называемые арго. Потом надо было общаться с казаками, язык у которых был тоже весьма своеобразный. Которые, кстати, вот тоже вместе с пограничниками несли службу. Да еще плюс к этому служба-то была суровая, потому что была война Первая мировая. Ну, действительно, вот люди, которые несут службу на границе, действительно, первый удар всегда принимают на себя. Но если вот продолжить об образовании, то сейчас, как и раньше, друзей-то у России, и как не было, так и нет. А у России не может быть друзей. Вы понимаете, вот если так брать нашу историю, очень трудно найти то государство, которое, собственно говоря, не получило на орехи от русского солдата. Практически получали все. В то или иное время, то есть, ну, как говорится, все пытались сюда прийти, всем приходилось уносить ноги. Вот в этом и есть основная загадка русского характера. Все воины, наверное, помнят слова Александра Невского, да, кто на Русь с мечом придет, отвечает, погибнет. Ну да, нет, а здесь еще можно вспомнить слова Александра Третьего, государя-императора, который сказал, что у России есть два союзника. Это русская армия и русский флот. О каких союзниках может идти речь государство, которое занимает одну шестую часть суши? О каких союзниках? Любой союзник по сравнению с нами – это карлик. То есть, о чем разговоры, кстати, люди-то живут? Ведь у нас же здесь не миллиард населения. Но ни у кого пока что еще не возникает особого желания сюда приходить со своим уставом. Андрей Алексеевич, если говорить о современных пограничниках, то наверняка это мало того, что герои. Это же люди еще высокообразованные. Это же надо разбираться и в геополитике, и в разных вообще делах. Правильно? Ну, это естественно. Сейчас, во-первых, и техника-то совершенно другая. Сейчас это, хотя и саблей махать, это тоже наука. Может быть, сейчас не могут махать саблей, но сейчас есть другие средства, собственно говоря, нападения, которым надо противостоять. И другие у нас вот сейчас даже, если подумать, то вот у нас вот видно, как у нас копают траншеи под дорогами, всякие кроты, там всякое прочее. Но ведь это же можно и через границу таким образом пробуравить дырку. То есть, это все сейчас на таком техническом уровне, что, может быть, и вот, ну, как сказать, старые, хорошо проверенные секреты, там какие-то, и там всадники на границе. Хотя и это есть вот в тех же городах Естана, там без всадников никуда. Даже собаку, для того, чтобы она преследовала нарушителей, приходится пограничнику везти перед собой на лошади. Потому что, ну, реально, если собака пробежит 10 километров, она потом как может преследовать какого-то нарушителя, там, преступника. И, кстати, вот у пограничников до сих пор ничего не изменилось с дикими животными, потому что они ходят, они не признают границ. И каждое вот это срабатывание на контрольно-следовой полосе, это выезд тревожных групп, это на каждое срабатывание, вот прошла косуля, ехайте, проверяйте. Косу ли это или кто-то под видом нее. Это всегда, то есть всегда на страже, всегда на чеку. Андрей Алексеевич, но ведь наши воины несут службу не только на границе, самой конкретно границе, но еще и аэропорты, и это вокзалы. Это то, что относится к пересечению государственной границы, это и воздушные границы, и морские границы. То есть, там они в основном несут службу, проверяют документы, физиогномические вот эти все контроли. Но там люди специально тоже обученные, потому что надо увидеть, нервничает человек, не нервничает. Самая страшная вещь сейчас – это терроризм. То есть, ему тоже надо как-то противостоять. И чего они придумывают, как они пытаются пронести какие-то вещи, которые причинят вред. И пограничники здесь опять первые. Да, они первые, они стоят, собственно говоря, еще не факт, как это сработает. То есть, фактически, вот лицом к лицу. Хорошо, что идет обыкновенный человек с чемоданом, а если у него в этом чемодане что-то такое, ты же первый превратишься в пыль. То есть, это надо еще иметь и, как говорится, и на то. Стальные нервы. Да, потому что даже неизвестно, что у него там лежит. Правда, люди есть разные, неуравновешенные, всякие. То есть, со всеми надо работать. Здесь вот как раз надо знать языки. Надо понимать, то есть, вплоть до того, что не просто языки, как вот слова, которые произносят. А, например, быть осведомленным о тех жестах, которые люди общаются в разных частях мира. Они же совершенно разные. Например, вот это вот «да», «нет», вот это вот у нас с болгарами абсолютно разное. То есть, вот так у них означает «да», и хотя бы вот это надо знать. То есть, громадный надо иметь багаж. Но для этого есть уже всякие учебные заведения, соответственные академии, всевозможные, которые учат специалистов. На такой патриотической ноте мы закончим с вами нашу программу. Спасибо вам за то, что нашли время, пришли и рассказали нам об этих удивительных людях. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова